всем большой привет вчера я не загружала ролик и девочки многие переживают и в личку пишут и в комментариях пишут что же случилось почему не было вчера ролика вот сегодня решилась есть вчера просто было воскресенье и у нас не получилось попасть в больницу с базе поэтому как бы ждали сегодняшнего дня а так как ничего хорошего ну и ничего плохого как бы не происходило и ничего хорошего не происходило то я вчера у меня не был просто даже каких-то моральных сил снимать видимо неделя вот этого напряжения она уже так наросла плюс я почти не сплю постоянно одним глазом на басю смотрю чтобы там не было он так со мной и спал все это время малейшие его движения за ним то вот это все что накопилось вчера мы сами когда делали укол врач сказала нам три дня в одно и то же время делать укол предупредила что он болючий позавчера мы первый сделали он кричал так прямо лапу так это прихрамывал прошло а вчера он также прям заплакал громко так прям даже меня попытался укусить когда делали укол он очень прямо болючий и видимо у меня вот последняя капля была его на кроватку потом положил после укола у него мышцы вот как будут спазм даже так у лапки было так немножко подергалась минутки две наверное потом все успокоилось как бы он ходил уже не хромал все нормально как но у меня вот когда это все как бы пережила очередной раз у меня такая истерика была вот я по характеру ни разу не плакса то есть вообще так более-менее позитивный человек но вчера видим вот это вот все что накопилось какое-то небесилие а то что ты хочешь помочь но ничего не можешь сделать вот вот это вот безысходность какая-то так навалилась и ролик надо снимать как бы и девочки в личку пишут как да что а у меня нет моральных сил не вам ответить не снять сесть вся уревелась вчера успокаивающего напилась в итоге ночью сегодня тоже плохо спала видимо уже все сказывается я лежу а вместо того чтобы уснуть думаю думаю у меня там что-то крутится крутится все с врачами разговариваю все кому-то что-то доказываю все там пытаюсь анализировать как то вот так вот все происходило но это все про меня давайте про басю позавчера я начала его насильно кормить ну как насильно и шприца детское питание мясное покупали агушу чуть-чуть прям добавляю водички прям совсем чуть-чуть чтобы вот он оно было такое жиденькое и по два-три шприца вливаю но единственное я заметила что у него реакция такая как не то отторжение из желудка не то ощущение такое что как будто ему в рот что-то попало в зубах застряло и вот он прям отдергивается и пытается лапой с правой стороны дергать дергать вот как будто вынуть хочет и языком как будто хочет вытолкать вот так вчера было то же самое весь день а сегодня он утром так есть просил я ему даю и вот он первый лизок делает в тарелочке жидкое жидкое питание то есть он сам хочет есть вот он лизанул и прямо опять у него аж там что-то захрустело и вот он опять так вот лапой стал делать я денису говорю поехали в другую клинику где делают рентген надо показывать зубы у него пускай в плохом состоянии внутренние сейчас органы но есть он видимо не может все-таки вот с правой стороны у него вот что-то зубами правда врачи говорят что он не выдержит наркоз очень плохие показатели по органам игру но и девочки кто-то переживаю что врач у нас там некомпетентная поменяйте врача но думаю попробуем в другую клинику уже получается третьему врачу показать сегодня поехали врач посмотрела в принципе не знаю что говорила предыдущая врач она и кровь посмотрела анализы кота прощупал он криком кричит когда печень поджелудочную щупают ему больно очень прямо орёт все болезненно и все воспаленное вот поговорили про зубы она говорит ну она ему пальцами стала прощупывать рот и действительно справа зуб прямо наша заорал что не дотронуться она готова наркоз не выдержит при таких показателях коту 10 с плюсом вот она опять посмотрел по зубам она говорит это не лошади не собака у котов сложно по зубам или по каком-то внешним признакам точный возраст определить 10 с плюсом точно плохое было питание у него молодого потому что клыки просто сточены стесаны не то что вот прямо гнилые например да они сточены даже то есть 10 плюс а насколько 10 плюс и у собак это видно возраст точнее а вот у котов сложнее но тем не менее мы знаем что кот старый действительно у него даже кровь то это по крови видно что старый так наркоз не выдержит но зуб надо вот этот вот все равно каким-то образом удалить мы сделаем легкое вот это вот его обездвижение легкое замораживание можно так сказать без движения до штук котов и будем удалять зуб мы спросили катетер у нас висит уже шесть дней она горит капельница обязательно потому что наркоз для его здоровье это очень тяжело сейчас еще и капельницу сделаем другие уколы там какие-то по процедурам неизвестно начнет ли он есть но то есть после удаления зуба в любом случае во рту ему мешать не будет ничего как бы да будет есть или нет уже покажет время она его оставила до четырех часов сейчас сейчас пол первого мы в одиннадцать отвезли она сказала что ей нужно увидеть как он отходит от наркоза что принято было поэтому кота забрала сказала идите позвоню позову обратно когда забирать поэтому у нас что на дневном стационаре сегодня 7000 мы сегодня ей заплатили но очень волнительно на самом деле вот сейчас думаю лучше я вам сниму все расскажу загружу уже это вечером в крайнем случае или завтра уже с утра ну хотя бы новости какие-то накопятся что там как там я извещу если надо будет вечером что-то вот такое что нужно рассказать я расскажу но пока вот вперед все оплатили котик еще пока там думаю пока я его не вижу я лучше расскажу а то потом опять получится как вчера а так как в личку мне многие пишут а у меня нету сил вот ну щелкать одно и то же рассказывать это же медленно набираешь клопа клавиатуре а людей много и получается я часы трачу телефон пишет мелко с ошибками дольше времени трачу думаю надо снять ролик рассказать уже чтобы вы тоже были в курсе многие очень переживают я знаю за басюню понятно что это не человек это всего лишь старенький котик но когда этот котик твой или когда ты хорошо знаешь это животное то конечно уже переживательно так что будем ждать что сегодня вечером будет я вам уже расскажу по ходу сейчас специально подкрасилась немножко чтобы перед камерой то есть в любом случае как-то не очень приятно я понимаю что плохо выглядишь когда ты урёбанная вся такая никакая когда улыбаешься но выглядит человек хорошо конечно когда улыбка всех красит а когда ты в печали да и что не хочется читать что как ты плохо выглядишь да тебе уже 50 плюс да тебе столько вот в обычной жизни это не ранит но когда ты сегодня плохо выглядишь но когда ты выглядишь плохо потому что ты страдаешь у тебя нервы на пределе как бы думаешь неужели это сейчас важно но на самом деле спасибо что девчонки вы очень тактичный на один процент можно сказать кто ну два может два или три человека писали гадости такие очень неприятные я даже заблокировала одну женщину это с одной стороны я понимаю что это нормально но когда нервы на пределе болезни не реагируешь то есть думаешь сейчас главное не это то есть когда человек упал и лежит его сейчас не стоит пинать ну вот я немножко окрепну и пожалуйста продолжайте но в любом случае грубое хамство бестактное такое вот осуждение я блокирую но я думаю мало кто из людей разрешит войти в квартиру в чисто убранную да и накакать посреди комнаты это очень похоже на то потому что человек который обычно пишет какие-то гадости вот оскорбляет старается как-то вот боль причинить он не имеет ника ну вот имя фамилии нет фотографии нет получается человек сидит как будто бы в кустах и кидается какашками вот по-другому никак не скажешь только единственное что он не понимает что пахнет от куста он там весь обмазанный ну это же больше показываешь свой характер правда но вот если что-то изрыгается плохое то неприятен человек который это делает а не тот в кого он пытается там плевать ведь не всегда же долетает а вот это сам получается сколько ни плюй в первую очередь на тебя это все и липнет но как правило люди которые гадости говорят они другим сами неприятны это тоже важно учитывать вот поэтому спасибо всем кто тактичный кто добрый хотелось мне тоже это сказать хотелось именно вам улыбнуться сказать большое спасибо за поддержку вот не зря я попросила тогда вот в первом ролике чтобы вы помогли финансово потому что уже вот на данный момент около 20 тысяч потрачен для провинциального крошечного городка это очень большая сумма для нашего города это две зарплаты вот реально две зарплаты в средних городах зарплаты выше у нас 10 тысяч это неплохая зарплата кто ночные смены работает у тех 2 до 15 тысяч доходит кто на вредности может и 20 получать но это уже очень хорошо чтобы для нашего города 20 тысяч это ого-го-го как здорово ты получаешь вот поэтому кто говорит за на заводила котов и тут клянчишь я специально никого не завожу я понимаю что мне по карману невозможно как бы вот воспитать там котят еще несколько например но если я вижу что кто-то страдает ну принесу домой чё делать если вот подкинут опять тощего котенка какого-нибудь ночью делать погибать ему нет бывает что жертва обстоятельств да вот они могут перешагнуть мне даже близкий знакомый один сказал а чего ты кота-то принесла ты же увидела что он старый просто бы выпустила из переноски грунт же погиб как просто выпустить ну а ты-то причем он же не твой код вот для меня разные языки я не понимаю как выпустить как можно выпустить его даже в добрые руки не смогла отдать тогда я попыталась поискать меня был свой степа люси уже пришла и старенький баси кто откликнулся я не смогла никому отдать то есть одна женщина будет пусть во дворе гуляет а он не дворовый код вторая год у нас собачка и кошка еще там кто-то а бася был такой немножко зашуганной в то время что вот если например раческу да хочешь причесаться уроку поднимаешь он могут так зажиматься то есть возможно его и обижали кто знает кровати он боялся вот просто до полусмерти у нас прямо весь зажимался выполнен диван подсадила он настолько перепуганный оттуда ползкому сполз как будто бы он ожидал хорошего оплеуху сапогом не меньше поэтому я думаю что у кота не сильно хорошее прошлое было вот по крайней мере пока он жил у этого плохого человека да вот кто не там через год когда искал мужчина кота он сказал там вот один плохой человек его выкинул но вот как-то код оказался у этого плохого человека который его выкинул до подкинул так и хорошие люди искать через год только начали единственное что я тогда вот про возраст просила я говорю вы мне только возраст скажите он говорит но он старенький но уж на как насколько старенький я так и не поняла девочки вот такие новости давайте я вот эту вот болтал очку уже загружу немножко выговорилась сейчас что-нибудь буду опять активно делать пока мне кота не вернут а потом буду с ним сидеть после наркоза все равно ему будет наверно плохо плюс у него будет соболеть но постараюсь снять еще ролик сегодня мне нужно еще ролик снять на пятницу выбирал очки но уже к завтра сниму сегодня уже вряд ли ну а пока буду с вами прощаться всем хорошего настроения будем надеяться на лучшее как бы ни было в любом случае животные это животные ну я так себя утешаю что нужно готовиться к разным результатам но надеяться на лучшее так что ждем хороших результатов пока пока